Полсотни атлетов со всего Приморья Для того, чтобы поднять престиж борьбы, мы допустили три весовых категории. Это 42, 46, 50. Ну и там остальное идет, как говорится, чисто мужской расклад весовых категорий. Поэтому уже у нас сегодня он традиционный, 15-й по счету. Турниры по греко-римской борьбе памяти Владимира Высоцкого, кроме как во Владивостоке, не проводятся больше нигде в стране. И еще одна особенность таких соревнований – это то, что они открыты для всех желающих. К участию допускаются и начинающие борцы, и уже убеленные сединой. Самому юному атлету турнира 13 лет, а самому опытному 58. Здесь надо все, одно время. И физику, и технику, и тактику. Все вместе, чтобы результат. И каждый борец старается не пропустить этот турнир. Ведь для детей и юниоров в Приморье проводят много состязаний по вольной и греко-римской борьбе. А вот турниры для взрослых можно пересчитать по пальцам одной руки. На этот турнир приехал на самом деле продышаться. Потому что на следующей неделе, также в субботу, будет край по мужчинам. Я приехал просто побороться. И почувствую, допустим, где-то если будет очень сильно, усталость, ну как бы дам выиграть другому. Сильных и титулованных борцов на ковре хватало. Выступали на турнире неоднократные победители краевых соревнований, призеры, первенства России и даже чемпионы Европы. У них уже фирменный почерк борьбы. И каждый из них – пример для молодых атлетов. Карьера этих мальчишек только началась. А они уже мечтают о звании мастера спорта и об олимпийских медалях. Мне нравится борьба. Там можно бороться, не драться, не калечить никого. Меня позвал друг. Я пришел туда и начал своих друзей звать. Этот турнир в начале года для атлетов своего рода разминка, где можно еще раз доказать и проверить свою спортивную состоятельность. В следующий раз на ковре клуба трудовых резервов они соберутся 23 февраля. Борцы спортивными состязаниями отметят День защитника Отечества. Дарья Орлова, Татьяна Князделова, Александр Каноненко, Панорама.